Доброе утро, коллеги! Добро пожаловать на Пичдейс. Очень приятно выступать первым, чтобы потом можно было заняться другими важными делами. Меня зовут Сергей Денис. И наше краткое представление. Я очень русский человек, но сейчас живу в Дубае, работаю в Абу-Даби, преподаю в университете Harbour Space в Барселоне. Ну и участвую в программном комитете Positive Hack Days, видимо, поэтому этот доклад сюда пустили, поскольку на самом деле доклад старый, но Денис все-таки его подновил. Раньше я работал в лаборатории Касперского, в Positive Technologies, и хобби у меня — это киберфизические системы, и, в частности, их взлом. Ну, я достаточно давно уже, там, почти год с хобби занимаюсь безопасностью. Мой сейчас фокус — это все, что связано с машинным обучением и искусственным интеллектом. Собственно говоря, текущее место работы — это Институт искусственного интеллекта. Соответственно, если кратко сказать, чем я занимаюсь, это вот обложка альбома «Fifty seconds to Mars», ну, кроме, там, биткоина, да, потому что уже не модно. Я работаю в компании «Бизона» и в Томском государственном университете, живу в городе Томске. Несколько недель был разработчиком из диван продукта. Собственно, что такое из дивана и вообще, почему этой темой пришлось заняться, поскольку сейчас вокруг этой тематики несколько лет идет достаточно большой хайп, что это вот новая технология, которая заменит все традиционные сетевые железки. Она такая очень хорошая и модная. Ну, и действительно, то, что мы видим сейчас по рынку, идет некоторое внедрение данной технологии. И в один прекрасный момент фактически у меня поступил заказ на разработку подобного решения. Ну, перед тем, как что-то разрабатывать, надо тривиально посмотреть, что есть на рынке и принять решение покупать, либо партнериться, либо делать что-то самим. И по результатам этого анализа стало понятно, что разрабатывать особого смысла нет. Можно с кем-нибудь запартнериться. Естественно, прибежали сейлы, сказали, что они знают там Brother of Lumber One. У них есть прекрасный продукт, с которым просто надо сделать white labeling, и можно на рынок поставлять. Ну, после того, как я с этим продуктом поработал немножко с помощью там грепа, стринга и просмотра исходного кода, я понял, что этот продукт я никуда поставлять не хочу. И стоит поанализировать, что есть другого. Ну, поскольку объем вырос, я вот ребят из Томского университета попросил подключиться, и мы вместе взяли и, по сути, разломали все из диван решения, которые есть на рынке, для того, чтобы понимать, что, собственно говоря, внутри. Вот об этом весь доклад. Можно здесь закончить, наверное. Собственно, ну, это дальнейшее, что эти из диван решения не только заменят все традиционные железки. У них внутри искусственный интеллект, искусственный интеллект в облаке. Ну, в общем, все базворды, которые есть, были собраны в продвижение этих вещей. Ну, соответственно, AI будет решать, по какому каналу там пойдут ваши данные. Плюс еще сейчас соответствующий хайп с 5G, что, собственно говоря, МПГС умрет, и будет все хорошо. Ну, кроме того, что эти решения такие гибкие и мощные, они еще очень безопасны. Ну, по крайней мере, об этом нам рассказывают производители. Собственно, первое, что мы сделали, ну, мы посмотрели на концепцию, на идею SD-WAN, и, в принципе, она выглядит неплохо. То есть мы чуть побольше поговорим, что вкладывается в это понятие. Но проблема с реализацией, как обычно. То есть разработка погналась за добавлением новых фич. Причем многие вещи фундаментальные с точки зрения безопасности, то есть с точки зрения дизайна безопасности, не были не учтены во всех решениях. Соответственно, проект SD-WAN New Hope, он живет уже, наверное, больше года, да, наверное, где-то с февраля. Декабрь 2017. Да, даже с декабря 2017 года. Он потихонечку развивается, добавляются новые выявленные уязвимости, новые инструменты, о которых мы поговорим чуть дальше. Поэтому, если кто-то из вас хочет вложить свой безопасный или хакерский ум в эту историю, добро пожаловать, контрибьют. Ну, собственно говоря, это очень нудная часть слайдов, поэтому я постараюсь ее пролистать. Ну, перед тем, как что-то ломать, надо, наверное, понимать, что ломаешь, хотя не всегда это обязательно. Собственно, вот так вот выглядит высокоуровний дизайн из дивана. В отличие от простого там коммутатора-маршрутизатора, все ясно и понятно, да, вот эта стрелочка идет сюда, вот сюда приходят пакеты, они как-то ходят. Но, на самом деле, когда мы почитали первые вводные, мы сказали, да ну нафиг, давайте просто сломаем это все, и потом будем разбираться, как оно работает. Но все-таки у нас же представители академической здесь есть части, они сказали, нет, нельзя так. Поэтому мы решили посмотреть, как это все-таки работает. И первая проблема, с которой мы столкнулись, перед тем, как ломать, надо заставить эту вещь работать. И поскольку SD-WAN по концепции достаточно мультикомпонентная система, да, у тебя там есть несколько уровней, разные коробки отвечают, ну или виртуальные коробки отвечают за разные задачи, просто ее развернуть и заставить работать, не из облака, да, скажем так, а вот в локальной инсталляции достаточно непросто, потому что, ну, компонентов достаточно много. Поэтому давайте проговорим про основные компоненты. На низовом уровне, снизу вверх пойдем, у нас есть, собственно говоря, ну, маршрутизатор или коммутатор, да, то есть в традиционном понимании, это то устройство, которое перекладывает пакеты с одного интерфейса на другой интерфейс, проводя над ними какие-то операции. Это могут быть там security операции, могут быть там балансировка нагрузки, что-то еще. Причем на одном устройстве таких маршрутизаторов и коммутаторов может быть множество, потому что каждая железная коробка, по сути, это виртуальная машина, на которой могут быть добавлены различные так называемые виртуальные сетевые функции. Дальше на следующем уровне находится контроллер. Контроллер отвечает уже за непосредственно управление traffic flow, то есть он спускает политики, которые дает конкретным маршрутизаторам команды, с какого интерфейса, по каким правилам эти пакеты переуправлять. Плюс они добавляют некоторую избыточность с точки зрения управления, потому что к одному контроллеру может быть несколько виртуальных функций подключено, если один контроллер упал, они могут переключиться. Ну, то есть так вот все достаточно разумно. Дальше идет уровень управления и оркестрации. Уровень управления – это уровень, на котором задаются политики. Ну, если взять традиционный межсетевой экран, не знаю, там, чекпоинт, у него все равно есть система управления, которая подключена множеством межсетевых экранов, и вы не заходите и не пишете там axis control list на конкретной железке, вы все равно в графическом интерфейсе что-то сделали, и дальше, в зависимости от того, к какой подсети это относится или сети, эти политики спускаются и обрабатываются. Ну, и выше уже может быть уровень оркестрации, если у вас очень глобальная сеть, у вас могут быть метаполитики. Более того, если вы, например, провайдер сетевых услуг, это может быть уровень zero-touch провайджинга или уровень, на котором вы разделяете разных тинентов, то есть разных клиентов, которые находятся в вашей сети. Ну, плюс туда могут приходить разные логии, красивую визуализацию строить, как это все происходит. Одним из важных компонентов, наверное, серьезным, отличающимся от традиционных сетей является уровень виртуализации сетевых функций, который очень полезен как раз для провайдеров услуг, то есть у вас одна и та же коробка может выполнять совершенно произвольный набор сетевых функций, начиная от простой маршрутизации, заканчивая каким-нибудь, ну не знаю, там, с анбоксингом, более сложными такими нагруженными вещами. Причем это все за счет использования технологии виртуализации диплоймент очень сильно облегчен. Фактически ты берешь на эту коробку, загружаешь либо виртуальную машину, либо докер-контейнер, либо просто активируешь какую-то функцию, и она начинает там работать. То есть фактически в коробке все виртуально есть, но ты включаешь только то, что тебе нужно в зависимости от конкретной ситуации. Причем вот реализация этих виртуальных сетевых функций, она может быть совершенно произвольной, то есть нет никаких особо стандартов, но есть она в SD-WAN, но вот SD-WAN решение, каждый вендор решает абсолютно самостоятельно, как он будет ее делать. Это создает некоторые трудности с пониманием. Еще одна такая мощная вещь в SD-WAN – это сервис-чейнинг. То есть вы можете распределить некоторые функции по разным уровням. Например, возьмем безопасность. Есть задача фильтрации трафика на вредоносный контент, и вы можете на низком уровне, например, в удаленном офисе, где у вас стоит не очень мощная коробка, использовать достаточно простые с точки зрения нагрузки, например, управления функцией, такие как фильтрация по бэк-листам, или как сейчас модно говорить, IOC, то есть по индикаторам компрометации. Например, уже более тяжелые вещи, такие как сэндбоксинг или антивирусную проверку, такую изменяемую, выносить на уровень головной организации. И, в принципе, часть трафика у вас идет напрямую в бренч из интернета. Но если видится что-то серьезное, большое, что требует проверки, оно отправляется в головную организацию, и там уже мощный компьютер, если сеть позволяет, это обрабатывает. Более того, часть функций может быть вынесена в облако. Это модный теперь фред-хантинг, когда часть данных, например, те же самые МД-пятки, либо УРГ, они уходят в облако, где больше данных, где сидят какие-то специальные люди, смотрят в мониторы, выявляют APT, и вниз вам спускают дополнительные блок-листы. То есть вот такое распределение функций снизу вверх получается. Ну и поскольку она выглядит так хорошо, концепция модно, сейчас все сказали, безопасность ее, видимо, тоже на высоте, и даже военные ребята сказали, что будут этим заниматься, то есть там Министерство обороны США сказали, мы, как на эти ванки заменим, на эти ванки заменим, у нас будет все отлично. Ну, естественно, это не могло не заинтересовать, а после того, как мы все-таки развернули эту систему, и они заработали, мы решили немножко поломать. Ну, если у вас стоит задача взломать сетевой апплианс, да, вот стоит у вас там Juniper или Cisco или Huawei, ну, понятно, что сразу возникают мысли, надо там извлечь прошивку, скорее всего, она зашифрована, надо ее расшифровать, если она еще хорошо зашифрована, то, скорее всего, надо будет там через какие-то дебаг-интерфейсы повыдергивать ее в динамике. Ну, в общем, нужен нормальный паяльник и джетогулятор. С SD-WAN ничего этого не нужно, потому что большинство SD-WAN, они поставляются как виртуальные апплиансы, то есть, по сути, как виртуалка, и поскольку виртуалка – это просто бинарный файл, ну, как бы, который легко можно там подмонтировать к своей файловой системе и сделать все, что угодно, задача ее анализа безопасности превращается фактически там к тому, что надо получить на ней root и дальше разбираться. Да, то есть обычно наоборот, ты сначала там долго-долго ломаешь, потом у тебя root, и ты там уже делаешь whitebox-анализ, а здесь ты первым делом делаешь root, и дальше уже делаешь весь анализ. Есть очень неплохое выступление, оно на многих конференциях было, но я вот ссылку на ZeroNise 2015 года, Джереми Браун рассказывал, как он анализировал виртуальные апплайнсы на потоке, что называется, и, в принципе, там достаточно много таких простых практических советов, как с этого начать. Ну, самый простой вариант, у вас есть виртуалка, вы ее монтируете там к своей виртуалке, подключаете файловую систему и начинаете ее грепать, да, там, или там стрингать, как правило, вы находите в 90% случаев именно пользователей пароли или чувствительную информацию, которая позволяет вам поднять уже привилегии и выскочить из, например, шела, который вам дает производитель, потому что производители обычно дают там, ну, урезанный шел, в котором мало что можно сделать. Локальные уязвимости, как правило, там, непатчное ядро Linux, какие-то суидные вещи, да, ну, сетуидные бинарники, присутствуют в достаточном количестве, чтобы выпрыгнуть, опять же, из ограничений. Удаленные уязвимости в веб-сервисах управления, об этом мы тоже много поговорим. Ну, и если вдруг это ничего не подошло, опять же, это виртуальная машина, вы можете зайти и заменить там, я не знаю, шел на свой просто, сделать свой линк и забутаться. Понятно, вы нарушите целостность, это уже там может привести к другим последствиям, но для того, чтобы сделать первый шаг, вполне как бы работает. Ну вот, иногда все еще проще, иногда просто можно зайти в Google и погуглить на производителя. Вот здесь вот примером на GitHub'е нашли скрипты, которые используются для удаленного управления. Причем это скрипты интерпрайзные, да, то есть кто-то для своих задач их там разрабатывал, выложил, но нас подкупило имя пользователя, администратора и пароль раз-два-три, мы решили проверить, оказалось действительно, имя пользователя, администратора, пароль раз-два-три, причем везде, да, то есть в принципе, вот можно сразу заходить и использовать, то есть даже грепать не пришлось. Вторая история, я об этом подробнее буду говорить, уровень зрелости с точки зрения безопасности многих решений не особо высок, и даже если они патчат уязвимости, они так это как-то недопатчивают. Вот здесь вот пример, в одном из решений была опубликована уязвимость в 2015 году, вендор отрапортовал, что ее устранил, ну, в 2018-м мы легко и воспользовались, то есть там специальная команда sp-shell, которую ты вводишь в обрезанном интерфейсе и вываливаешься в рута, да, то есть просто сразу дальше можешь заниматься своими делами. Причем это в фабрике уже там несколько лет. Ну, да, гуглить полезно. Грепания паролей, тоже это практические примеры, причем где-то можно нагрепать достаточно тривиальные пароли, совпадающие с именем вендора, а где-то есть элитные пароли, да, то есть там, видимо, поработали уже хакеры и сказали замените просто имя вендора на элитное, хакерское, да, в лиспичном варианте. Кроме того, что еще интересно, как я уже говорил, многие эти системы, они виртуальные апплайнцы, то есть они уже преднастроенные. Ну, вот представьте, вам дают как бы линукс, на котором кто-то уже работал, что вы первое дело сделаете, да, пойдете там в башхистер. И то же самое с логами, да, то есть ее преднастраивали, там делали какие-то настройки, в логе уже могли быть записаны какие-то данные, но вот здесь вот там просто в лог записалась, как бы смена пароля администратора, а это уже в поставке, да, ну, то есть они их не повайпили, оно уже где-то есть. Ну, даже если просто удалили, да, там, рэмом, ну, это значит не удалили, да, ну, такие вот форенсик-элементы тоже полезны при исследовании. Вот как раз вот то, о чем я говорил, да, то есть там можно посмотреть в башхистере, можно восстановить файлы, которые там раньше лежали, можно найти вот эти диплоиминскрипты, причем здесь диплоиминскрипт, у тебя просто там записываются хэшики, они тебе недоступны, эти хэшики, потому что с ограниченным шеллом, но через чтение файлов можно его найти, ну, и дальше там традиционно либо побрутить, либо просто использовать как бы умную атаку, добавить к имению вендору раз, два, три, и как показывает, там даже не нужна ферма GPU для брутофорса хэшей в этом случае. Ну, здесь бы хотелось бы показать, что все-таки прогресс идет, да, что все-таки безопасность развивается в мире, и если раньше как бы во всех дефолтовые пароли на сетевых устройствах, например, на Cisco, стандартный вариант Cisco, там, lowercase, uppercase, то сейчас уже как бы имя вендора плюс раз, два, три, то есть это показывает, что все нормально, нас ждет светлое будущее. Ну, и, как я уже говорил, если вот такие простые варианты не прошли, всегда можно пропатчить, можно вписать свой хэшик в ETC Shadow, если есть доступ к Shell, но не знаешь пароля, можно поменять Bootскрипты, можно изменить конфиги удаленного управления, если, например, там, вы знаете, что имя пользователя пароль лежит в такой-то базе, да, или вы знаете, что там какой-нибудь Shell in the box, он требует аутентификации по дефолту, да, вы просто говорите, не надо аутентификации, просто проваливайся в Shell in the box, ну, или просто зайти в Linux и сбин и положить туда свой полезный, как бы, файлик, ну, миллион вариантов, там, вопрос, фантазия. Ну, это, собственно говоря, была прелюдия, да, то есть, как получить какой-то доступ перед тем, как делать security assessment, собственно говоря, дальше уже white box security assessment, ну, и первое, что стоит посмотреть, это, насколько защищена сама базовая операционная система, в 99% это Linux, либо вариации на него, мы взяли Vulner's, в большинстве случаев он там вставал, и прогнали, чтобы там не мучиться, ну, и продвинуть российского разработчика, да, в тех презентациях, которые мы делаем. Что интересно, на самом деле, что здесь понравилось, на одной системе мы встретили OpenSSL, который настолько старый, что не уязвим Hardbleed, то есть, мне кажется, это был план такой, просто хитрый, что мы его не будем патчить, а пусть там новые уязвимости не сработают. Ну, в целом, как бы, ну, видите, да, по годам, 15-й год, 16-й год, ситуация с патч-менеджментом именно базовой операционной системы, она печальная. Причем, хуже было только, а, нет, даже в SCADA, да, было лучше, то есть, у меня до этого был любимый слайд, это с WinCC, в котором OpenSSL был 2007-го года, но я показывал этот слайд в 2013-м году, да, а там у ребят 2005-2006 год встречается, и, собственно говоря, слайды 2017-го года, то есть, еще SCADA иногда по защищению, но у Siemens эта версия была уязвима к Hardbleed, поэтому, может быть, тут все так сложно, да, запутано. Базовая настройка операционной системы, да, то есть, базовый security hardening checklist, который есть для любого Linux, в 99% случаев не выполняется, ну, и основные проблемные вещи, это, конечно, все, что связано с привилегиями ROOTA, это SUDU, это ситуидные файлы, они там практически везде, причем часто производители не знают про эти ситуидные файлы, потому что, вот мы встретили один такой случай, они тянут за собой драйвера тех аппаратных платформ, на которые они должны становиться, и там, например, какой-нибудь маленький файлик, который управляет LED-консолью, да, может быть ситуидом и дергать какие-то вещи там под рутом, которому совершенно дергать не нужно, потому что просто производитель написал это пять лет назад и просто, ну, не беспокоился об этом, но ты все равно вставляешь его в свою платформу для того, чтобы у тебя вот на этой конкретной железке, у тебя она работала и, соответственно, приобретаешь связанные уязвимости. Ну, более того, что нас поразило, то, что в 2018 году некоторые веб-интерфейсы работают, ну, дергают команды с ссуду, да, то есть фактически работают под рутом. То есть вот последние две картинки, да, там просто прямой вызов менеджмент пепперлового скрипта с названием юзер-менеджмент с ссуду, соответственно, если там любая уязвимость в этом скрипте, то ты рут. Это плавный переход к веб-интерфейсам, я, наверное, старый человек, поэтому я трудно переживаю Node.js, то есть после того, как люди начали писать на Ява-скрипте на сервере, уже меня трудно чем-то, наверное, удивить с точки зрения развития или деградации разработки, но, в принципе, основной результат этого перехода то, что разработчики постоянно путают, где у них клиент, где сервер, я покажу парочку забавных примеров. Ну, понятно, есть достаточно клиент-сайт уязвимости, они везде, причем, ну, как бы, из области это еще XSS-ку назови уязвимостью, но поскольку большинство из них в менеджмент-интерфейсах, да, то понятные векторы атак, да, то есть и CSRF, и CSRF, и XSS, но больше всего мне понравилась реакция одного из производителей, когда мы говорим, ну вот у вас тут достаточно много однотипных багов, там даже не знаю сколько их там было, они говорят, ну а зачем нам их устранять, Google Chrome блокирует XSS-ки, что не знали молодые люди, ну, и ладно. Вот забавная ситуация, где как раз вот я думаю, что это последствия Node.js, разработчик перепутал серверную часть и клиентскую часть, то есть он взял кусок кода серверной части, где идет проверка аутентификации пользователя, вот эта вот закоменченная вещь сверху, вставил ее в клиентскую часть, почему-то она не сработала, ну и что сделал разработчик, он закомментировал этот непонятный код и добавил проверку и в юзернейм равняется тому-то, и в паспорт равняется тому-то, ну тогда аутентифицировался, причем это клиентский JavaScript, ну то есть он отрабатывает в браузере, ну изначально был серверный же, да, ну пойди разберись, еще один интересный вектор, который, это уже скорее для пост-эксплуатации, поскольку у нас виртуальные машины, да, то есть SD-WAN это не один компьютер, да, у нас много виртуальных машин, но тот, кто с докером работал, наверное, этот вектор прекрасно знает, традиционные варианты, типа давайте прибиндим сервис на localhost, чтобы он снаружи не был доступен, они часто не работают, потому что localhost он глобальный для этих всех виртуальных машин, если у тебя есть дырка в одной из этих виртуалов, либо там какой-то прокси локальный, либо ты на ней уже получил доступ, ты вот к этому localhost'у можешь получить из одной виртуаловый доступ, уже как, ну как правило, если ты уже прибиндили к localhost'у, то аутентификацию зачем вешать, да, и вот эти вещи работают, причем часто на localhost'е могут висеть какие-то либо системные вещи, такие как вот сервисы мониторинга, либо просто там висит challenge in the box, на который потом прокидывают удаленное управление с management plane, да, сверху, ну вот здесь вот всегда ждет, когда к нему через прокси законнектиться, ну ты тоже к нему законнектишься, то есть достаточно такая интересная вещь, и здесь, ну прошу прощения за не очень красивый дизайн, здесь просто идея, как вот эти вот функции виртуальные могут использоваться плохими ребятами, то есть первый вектор атаки ты через уязвимость либо в traffic processing, либо в management application попадаешь на одну из функций виртуализации, после этого ты уже фактически на локальном хосте и можешь либо спускаться дальше на уровень операционной системы, либо идти на другие функции виртуализации и получать на них там дополнительные привилегии, поскольку фактически ты уже перешел границу безопасности, да, security boundary, в принципе там никто не размышляет о том, как защищаться от того, если у тебя одна из функций виртуализации сломана, да, либо ты получил доступ какой-то либо внутрь, то есть вот снаружи хоть как-то. Ну, веб-уязвимости там миллионы, Денис там чуть подробнее расскажет о некоторых вещах, просто мы в определенный момент тоже устали, мы взяли у позитива application inspector, прогнали исходные коды, в большинстве случаев, ну там разные, есть там, есть Java, есть Первый и так далее, и в принципе нашли там достаточно большую пачку багов, один просто достаточно интересный, оказалось, это новая вариация старой уязвимости в цитриксовском издевании, то есть я боюсь соврать, но причем для этой уязвимости есть уже модуль в метасплойте, и модуль в метасплойте не отрабатывает, ну просто модуль метасплойта, насколько я помню, там был зашит GED-запрос, да, а если отправляешь то же самое постом, прекрасно, также у тебя получается через CGI session ID выполнение команд операционных систем. Ну это просто сгадь для картинки, потому что все уязвимости перечислять не стоит, но вот Йода говорил, что привязанности ведут к темной стороне силы, да, ну и соответственно если ты attachments fine name shadow запрашиваешь, тебе сразу его и выдают, ну Йода был прав. Это тоже в цитриксе, да, если я не ошибаюсь, там. Ну, про криптографии я не буду подробно останавливаться, у Дениса будет большая часть с этим связана, просто там можно просто изучать неправильный дизайн криптографии, ну, на прикладном уровне особенно. Ну, и всегда работает немножко пофазить, как бы 41-41 наше все, то есть это, причем вот это в основном уже в каких-то дополнительных бинарниках, которые SD-WAN тащат от других производителей, потому что сами они в основном пишут на языках высокого уровня, скажем так. Ну, и, собственно говоря, одна из причин, почему вся эта история называется SD-WAN New Hope, то есть в ассоциацию со звездными войнами, потому что один из производителей уверенно в своем коде заявляет, что Marvel sucks, вот, поэтому, соответственно, мы решили, что да, мы тоже больше предпочитаем старую фантастику, чем комиксы. примеры уязвимостей, найденные у различных производителей, то есть хардкоды, ну, группу уязвимостей, проблемы с доступом, уязвимый Linux и так далее, и так далее. В принципе, это просто сводная табличка, но уже большинство этих уязвимостей в паблике, то есть производитель устраняет, мы, соответственно, тоже об этом пишем, поэтому на нашем проекте может зайти посмотреть интересующий ваш производитель, что у него, что он устранил, что еще нет. Бубух. Одним из требований к SD-WAN проектам является наличие функциональности Zero-Touch Diploment или Zero-Touch Provisioning. Это есть, как правило, у всех производителей. Идея заключается в том, что как только вам на площадку привезли коробочку и воткнули в сеть, и она тут же работает, тут же она маршрутизирует трафик, выполняет какие-то функции безопасности и так далее. И различные производители очень по-разному подходят к этой очень критичной функции. Есть производители, которые реализуют ее, добавляют какие-то механизмы защиты и так далее. Есть производители, которые совершенно это не делают, хотя и в реализации этой функциональности тоже там часто находятся уязвимости непосредственно в коде. Но вот есть, например, в качестве примера очень небезопасного дизайна, есть такой Arista производитель, у него есть open-source реализация Zeratouch Provisioning сервиса. И вот основная идея заключается в том, что HTTPS совсем не нужно использовать. Чтобы подключить это устройство, чтобы оно аутентифицировалось, необходимо использовать HTTP. Обычно, как правило, используются какие-то или секреты, или одноразовые токены, в результате которых производится ассоциация этого устройства с какой-либо конфигурацией в облаке или на стороне оркестратора контроллера в сети и применение этой конфигурации. Соответственно, если мы не используем защищенный канал, то, во-первых, мы можем это устройство или подключить к произвольной сети, к сети злоумышленника, либо в эту сеть мы можем подключить вредоносные устройства, ну и реализовывать те или иные атаки. Еще один интересный элемент связан с тем, что поскольку это виртуальный апплайнс, его разумно распространять через облака. То есть вы можете зайти на например AWS Marketplace, либо зайти на Azure, и там просто взять и скачать этот плайнс, как-то с ним поиграться, либо начать его использовать. Но что нас поразило, когда мы начали работать, то, что большинство производителей держат в качестве стандартной виртуалки, которая присутствует в облаке, которую вы нажимаете и деплоите, старые версии с известными уязвимостями. То есть это с одной стороны мне напоминает начало 2000-х, когда ты поднимаешь свежую Windows, она тут же получает себе либо Cold Red, либо потому что и интернет информэшн сервис включен по дефолту, а чтобы она не получила, нужно патч поставить. Отключить его при дипломете достаточно сложно. То есть ты должен выключенную поднимать, ставить патч, а потом уже включать сеть. Но здесь это сложнее, это уже в облаке, ты ее поднимаешь, у тебя уже в принципе по умолчанию хотя бы какой-то менеджмент интерфейс присутствует. Мы, естественно, производителям сообщили, они какую-то активность там провели, но вот здесь на определенный момент времени статистика по обновлению тех SD-WAN решений, которые мы встречали в интернете и в AWS. То есть как мы видим, там, например, Silver Peak, Citrix, Versa, практически все эти системы, доступные в интернете, они не пропатчены. И вот это на самом деле ломает доверие концепта SD-WAN, про который тебе говорите, у тебя все централизовано, все через облако, ты не должен про эти операционные вещи, патч-менеджмент, конфигурэйшн-менеджмент, много думать, она магически происходит у тебя из облака. Не происходит. И это обидно. Сила работает по-другому, не так работает сила. Еще один важный момент взаимодействия исследователя безопасности с окружающим миром, это, собственно говоря, устранение уязвимости. Ну, понятно, если ты там не трейдишь этой уязвимости кому-то, то ты должен отписать вендору, вендор должен что-то устранить, потом ты должен подтвердить, а потом он публикует релиз, и все радостные, вроде как, спасаем вселенную. И многие производители SD-WAN, они тоже это поддерживают. Вот, например, компания Silver Peak, она сказала, что у нее есть Silver Peak Product Security Incident Response Team, написала статью, что очень важно, что в компании этот центр есть. Ну, и когда мы нашли уязвимость, мы, естественно, решили обратиться к этому центру, но после там получаса гугла мы не нашли адреса электронной почты у этого инцидент-центра, только одно упоминание в статье, которое пиарило, какой же он хороший, этот инцидент Response Team. Ну, соответственно, мы решили подумать, что же делать. Поэтому мы нашли предыдущие адвиски, которые делали ребята до нас по этому вендору, и они сказали, что в принципе есть рабочий вариант это написать письмо Гендиру. Ну, быстро письма Гендира я не нашел, но я нашел в Линкедине и он достаточно быстро ответил, скинул мне контакты своих продактов и мы начали с ними работать. То есть, как бы в любой непонятной ситуации пиши письмо генеральному директору, если хочешь устранить уязвимости. Соответственно, это сводная таблица, там было много интересных историй традиционных. Ну, вот хотелось бы сказать, что Cisco, Citrix и Vila Cloud это VMware, да, сейчас, если мне не изменяет память, у них процесс достаточно неплохо построен, то есть, ты там с понятным скрипом, с понятным это неуязвимость и так далее, ну, привычным, скажем так, для нас, для всех, может достучаться до продуктов, может достучаться до security команды, и вы вместе там решите, что дальше делать. Понятно, что кто-то быстрее устраняет, кто-то медленнее, но у некоторых ребят уровень, конечно, взаимодействия нулевой, то есть, это либо silent patch, либо не ответы, либо нет контактов, либо не сказали спасибо. Ну вот вопрос как researcher friendly, когда вот уже после даже взаимодействия с CEO мы отдаем информацию, а продакт спрашивает нас, а вы вообще зачем это делаете, почему вы пишете с гимейлой, где ваш официальный ID, я не знаю, там паспорт предложить свой или еще что-то, позвольте доложить об уязвимости, товарищ генерал, понятно, что это через все через это как-то проходили, но опять же год 2018-2019 вроде как бы уже в интернетах про это много писали. Еще один интересный проект, ну там набор проектов, Денис, может расскажешь про них? Для того, чтобы получить вот эту статистику по облакам, по тому сколько есть устройств в интернете, как-то написать свои собственные такой небольшой сканер уязвимостей, мы разработали ряд инструментов, которые в принципе выступают к фронт-эндам, к Nmap, к Шодану, Цензису и так далее, и с целью, чтобы сделать работу, типовую работу исследователей, когда нужно сделать какие-то там картинки, статистику более простой и удобной. Значит, вот это на май 2019 года состояние интернета по издеванам решений, по тем решениям, по тем продуктам, которые мы знаем, которые есть в нашей базе. фреймверк. у нас есть три инструмента. Один из них это фреймверк, разрабатываем сейчас фреймверк по тому, как делать такие аналитические отчеты, которые используют все инструменты, которые там есть в интернете. И вот сегодня на фаст-треке будет доклад про это небольшой. Вот кому интересно, приходите послушать, как это работает, как вы это можете использовать в своих исследовательских работах. Это не только про издеван на самом деле. Да, это про любые SCADA, IOT, произвольные, про все, что может быть в интернете. Да, простая логика, есть множество этих поисковых машин, аля Шодана, Цензус и так далее, и так далее. У них иногда разнятся варианты, у них разная глубина фингерпринта, и по сути там сделался конвейер, который собирает с них всю информацию по определенным данным, и потом, если хочется, можно еще натравить Nmap, под Nmap есть еще набор у вас скриптов, причем для издевана специально, да, вот это издеван харверстер, да, то есть вы можете его использовать уже без Цензуса в рамках внутренних пентестов, потому что там фингерпринт добавлен хорошо и выявление уязвимостей. То есть не только про издеван, но все на гите, так что плюс будет докладчик, доклад. Когда мы тестировали эти системы, заодно еще проскочила такая интересная новость о том, что в Darknet публикуют SSH взломанных машин, мы просмотрели, что там в Darknet нет, а есть, нашли там, что не только традиционные железки, но вот Silver Peak тоже в списке. И внезапно IP-адрес, который там был у них в списке, совпал с одним из адресов, которых у нас там, естественно, через шот получили, и мы подумали, что, наверное, совпадение маловероятно, наверное, есть какая-то закономерность, закономерность оказалась достаточно тривиальна, у большинства систем, которые там для продажи, есть дефолтовые пароли, ну и практика показывает, что это дефолтовые пароли, они, как правило, навсегда, если ты не заставляешь мучительно пользователей менять. Более того, дальше мы посмотрели, оказалось там много хардкодов, ну вот, например, в том же Silver Peak, да, причем, когда мы вендору сообщили, говорим, ну, как-то нехорошо SNMP паблик, опять же, иметь, он сказал, SNMP у меня отключен по умолчанию, да, это если пользователь включает, он смотрит, ну, мы зашли опять же там на тот же Shodan, их достаточно много в интернете висит, поэтому плохие пароли, ой, даже хорошие, но хардкодные пароли, это плохо, потому что они все равно от тебя остаются, то есть в идеале, конечно, их быть не должно. Времени не так много, поэтому я сейчас быстро пробегусь по таким очень интересным недостаткам проектирования, которые в различных изделанных продуктах мы нашли. Значит, первое, вот эти захарткоженные пароли, почему они захарткоженные, почему администраторы пишут такие скрипты, да, потому что их поменять во многих решениях в принципе нельзя, нет единой точки, когда вы можете верса, поменять пароль, и он изменится для абсолютно всех сервисов, особенно, когда вот эти сервисы построены по той референсной модели, которая там была в начале слайда. И это встречается у нескольких вендоров, такая ситуация. Пример, захарткоженный пароль версии, как мы видим, он совсем не версия, там 1, 2, 3, там, да, значит, это правда для небольшой, для небольшого REST API, который там на версии аналитики сервера существует, но тем не менее. Значит, вот эта проверка, кстати, включена в наши инструменты, как и многие другие простейшие проверки такого рода. Следующий уровень, захарткоженные уже криптографические ключи. На всех устройствах Citrix использовался один и тот же закрытый, открытый ключ и соответствующий сертификат, и, соответственно, если вы развернули устройство в ВВС получили этот ключ, вы теперь можете прослушать трафик между оркестратором и контроллером, можете конфигурацию туда залить, там, да, ну, выполнить все, что может тот протокол, который защищался от NTLS. Значит, это вот схема. Абсолютно все устройства SD-WAN в рамках продукта SD-WAN получают upline-скис, так называемый, то есть это так называется файлик, и за ним стоят два ключа. SD-WAN-центр это оркестратор, и для того, чтобы SD-WAN-центр мог взаимодействовать с контроллерами, администратору необходимо вручную сгенерировать на SD-WAN-центре сертификат и загрузить его на все контроллеры. И, соответственно, SD-WAN-центр аутентифицируется перед SD-WAN-контроллером вот этим сертификатом, а SD-WAN-контроллер аутентифицируется перед SD-WAN-центром, используя white-list, в котором вот есть этот сертификат. Причем, не его фингерпринт этого сертификата, а конкретно этот сертификат. Мы это обнаружили таким способом. Просто взяли на всех устройствах, поставили свой сертификат, и ничего не изменилось. То есть, какой бы ни был сертификат, это может быть абсолютно любой сертификат, сгенированный вами, это не важно, важно, чтобы он был один и тот же. И, соответственно, так как используется TLS, RSA, Forward Secrets и нет, если мы знаем закрытый ключ, мы получаем весь трафик, из прошлого в том числе, мы получаем возможность его расшифровывать в интернете, в облаках. Здесь показан протокол, который защищался вот этим TLS. То есть, там команда GetSsoToken, получить конфигурацию, залить конфигурацию и так далее. Интересный еще момент, что в рамках этого протокола предусматривалось еще уже на прикладном уровне механизм защиты PSK. Здесь вот показан Client, там есть UserName и Password. Аналогичные есть опции на сервере, но сервер запущен без логина и пароля. То есть, если бы даже и в UI нет средств задать этот логин и пароль в принципе. То есть, в протоколе хоть и предусмотрено, но запускается он без логина и пароля и задать его никаким образом нельзя. Ну, вот пример расшифрованный трафик. Это загружается в конфигурационный файл наверху имя LabDC without Crypto SPF наша конфигурация. Дальше. Brain4Net российский производитель. Мы этот продукт встретили на пентесте. Небольшой анализ показал наличие классических уязвимостей. Ну и, собственно, с точки зрения криптографии, каких-то управлений ключами, там анализировать нечего, потому что все в открытом виде. Вчера я выступал с этим, показывал этот слайд на Яндексе, на OSN метапе. Там были люди из Brain4Net, они сказали, что нам попалось диплоймент без TLS. Есть с TLS диплоймент, и там все у них очень хорошо, и они знают, что OpenFlow нужно изучать TLS, как и рекомендует RFC. Ну, это вот примеры, что если запустить на этом диплойменте в Airshark, что мы получим какие-то протоколы, там, GRPC, High-LVailability, все в открытом виде, в принципе. Аналогичная ситуация у Versa, то есть много чего. Типичный тест, просто берем, запускаем в Airshark, смотрим, что там передается на каких портах в открытом виде. Скорее всего, мы увидим такой, мы получим такой сервис. Самая интересная ситуация, это вот очень интересный кейс, это Silver Peak. Значит, у них есть, они реализуют IPsec поверх UDP, так как у нас есть SDN, и между непосредственными там, раутерами работает там IPsec, ESPH, но так как у нас SDN, и у нас еще SD-WAN, мы же, естественно, не хотим, чтобы у нас там работал протокол согласования ключей стандартных для IPsec, потому что это же SDN. И что делается сейчас? Сейчас только разрабатываются какие-то протоколы, которые являются черновиками в RFC, которые пытаются построить протокол управления ключами через контроллер. Ну, SilverPick, да, естественно, каждый вендор вынужден такие протоколы, такие решения делать самостоятельно. Ну, вот, по документации, по тому, как это устроено, там, можно посмотреть, как сделано SilverPick. Опять же, в одном из спинтестов заходим на GitHub, находим SilverPick API, смотрим, что есть такой скрипт, смотрим, что почему-то у этого скрипта в UI нет логина и пароля. Смотрим, что в коде есть логин и пароль монитор, монитор, захарткоженный. Они работают, у нас есть база данных устройств, мы можем подключиться и проверить, что действительно они работают. Еще есть очень интересный инпоинт, который называется Tunnels Config and State. Если мы на него зайдем, то мы увидим всю криптографическую конфигурацию, то есть пиры, пришаритки, там, данные по IPSEC и так далее. Ну и вот здесь показано, как там можно пробежаться по этой базе и посмотреть там, значит, вот на ноябре 2018 там порядка 150 устройств, монитор, монитор, они поддерживали. Если мы посмотрим на вот такую схему, как устроено, красным выделено очень интересные моменты. Естественно, все говорится, что у нас есть и Perfect Forward Secrecy, и Diffie Hellman есть, и эфемерные ключи, но какая здесь идея? Идея заключается в том, что есть оркестратор, который на все устройства отправляет один и тот же ключ. вот этот KeyMaterial. И дальше что-то с ним происходит. К сожалению, на слайде написано, что это сумма по модулю 2. Если это сумма по модулю 2, то это очень плохое решение. И если мы это из официального документа, а это из более раннего документа, который можно увидеть в интернете. То есть просто SID, оркестратор отправляет на все устройства SID, один и тот же, он его меняет в какой-то заданный промежуток времени. А дальше используется какой-то NANCE, used only once, который, и из этого получается однонаправленные ключи от АКБ и АКБК. Ну, если мы зайдем и посмотрим на эти NANCE, мы увидим, что они не совсем NANCE. То есть они повторяются. Ну, ввиду того, что документации, там, дизайна как бы нет, исходя просто из семантики слов, можно догадаться, что если это действительно NANCE, если он повторяется, то это очень плохой дизайн, с точки зрения криптографии. Таким образом, никакого Perfect Forward Secrets здесь нет, как и там Forward Secrets. Обмен ключами, значит, там, заявленные 24 часа, ну, это как бы не соответствует современным стандартам, тот же WireGuard, две минуты, нет никаких AAD-примитив, которые там в современное время там должны использоваться в криптографических протоколах, да, и так далее. На самом деле, уязвимости ищутся, публикуются, на всех останавливаться в рамках доклада достаточно сложно, там вот списочек пролетел, что-то будет опубликовано раньше или позже. У нас есть пара статей сейчас на архиве, собственно, одна про Flatlandscape, где мы попытались как-то сгруппировать эти уязвимости, дать понимание, куда тыкать для пентестеров, да, и для разработчиков, как не делать, да, и плюс там хотим опубликовать сводную уже по конкретным кейсам реализации, которые вот здесь вот рассматриваны с наиболее яркими примерами. Тоже все это в открытом доступе. Ну, и в качестве резюме хайпа много, но ощущение, что большинство разработчиков пошли по простому пути, мы возьмем там то, что есть в паблике, из этого скомпилируем и назовем это там своим SD-WAN-ом. На самом деле подход-то в принципе рабочий, это open source, многие компоненты уже дошли до нормального уровня, но их нужно, ну, если ты кого-то приручил, ты за него и отвечаешь. За них надо беспокоиться, их надо обновлять, надо правильно конфигурировать, ну, и вообще как-то думать о безопасности, тем более на такой критической вещи. Вот то, что рассказывал, как сетевая инфраструктура, то, что рассказывал Денис, это же все интерфейсы управления, да, то есть это все внутренности, кишки фактически, систем, это даже не пользовательский трафик. Ну, тоже поражает объем использования open source, что тоже неплохо, но где-то там ребят, например, вот для Suricata или для ModSecurity, да, они там для ModSecurity правила чуть ли не 14-го года, как загрузили и поставили. то есть WAV у нас есть, да, то, что у него там сигнатурка, ну, понятно, как бы там кавычка, она не особо меняется, но все-таки развивается application security, можно и пообновлять сигнатурки баз, то есть просто вот есть, да, в Suricata тоже там DPI-ки, да, были там, не в DPI-ке, да, там был старенький DDoS, RegExDos, то есть в стоковых правилах, там, ну, если RegEx криво написан, если послаешь определенную последовательность, он у тебя процессор ест, как бы, сильно, но это известная уязвимость, опять же, там, просто надо было правило почистить, они это не делали, ну, и схожные продукты, проблемы с патч-менеджментом, огромное количество менеджмент-интерфейсов, которые трудно иногда понять, что они здесь делают, слабые стандартные настройки, ну, соответственно, перед тем, как вы решите массово внедрять SD-WAN решение, сначала хорошенько его разломайте и посмотрите, как вендор будет с вашими разломами управляться, иначе вся сетевая инфраструктура превратится в решетон. Спасибо, спасибо, у нас все. У нас есть время на вопросы, или мы все здесь чертаем? Да, еще есть две минуты на вопросы. Есть вопросы, коллеги? Спасибо. За два лучших вопроса мы выдадим еще раз. Хорошо, два лучших вопроса, еще футболка. Два любых вопроса, уже футболка. Да. Слушаем. Но вопросительный знак в шутке был бы, был бы уже вопрос. Да. для чего? Мод секьюрити. Ну, фактически, да. Что-то еще встречали. вот там, где был ваф, да, там был мод секьюрити, вот. Ну, вот на гитхабе они лежат. Какой? Старый, серый, вот эти. Ну, 13 или 14. Сдаван систему, ну, если вам нужен белый ящик, да, то я думаю, что там за тысяч 15 долларов вполне можно прошерстить. то есть это не деплоймент, да, вот конкретную систему посмотреть. Опять же, вопрос глубины, да. Если вы, если есть задача еще там бинарники анализировать, еще что-то, это одно. Если вам просто сделать срез по основным дыркам, то это недорого. Потому что, ну, вы видели, да, как бы там. Просто смотрим, здесь плохо, да. Ну, то есть, я называю это как бы пентез до первой баги, да. Берешь как бы CWE и как бы до первой баги ищешь. Пожалуйста. Меньше всего, да, наверное? Да, очень первичный, при первичной такой анализ был. Мы больше всего работали Versa, Citrix, Fortinet, Silver Peak. Ну, вот, как я говорил, они у нас есть в списке, там мы находили некоторые небольшие баги, но нам понравилось, как они работают. Ну, то есть, вопрос же не в том, что есть баги или нет, они есть везде. Вопрос, как производитель к этому относится. И вот то, что было в МВАРе, нам, в принципе, понравилось. То есть, они вот как циска, да, достаточно зрелые в этом отношении, в работе, в устранении, в тем, как переосмыслить, да, потому что, если устранять дырку одну за одной, то это бесконечная история. Они так посмотрели, говорят, ну, наверное, у нас и таких много. И некоторые вещи, которые мы им отрапортовали, закрыли уже сами. То есть, в принципе, понравилось. Ну что, спасибо огромное. Удачного пояса, подходитесь за футболками. Спасибо. Спасибо.